Сегодня жители Гиски вспоминают трагедию, произошедшую 72 года назад. 4 апреля 1950-го в сельской школе прогремел взрыв, который унес жизни 24 человек, 22 школьника и 2 педагога. Информация о теракте тогда не получила широкой огласки. Лишь спустя десятилетия раскрыты подробности. Школьный музей села Гиска. Здесь хранятся страшные и памятные для сельчан экспонаты. В документах и на фото подробности давней трагедии. Военрук местной школы устроил взрыв. Будучи уже семейным человеком, так отреагировал на отказ местной учительницы связать с ним жизнь. Решился на преступление, отняв жизни учителей и детишек. Спустя годы удалось восстановить детали. Это был первый день четвертой четверти. Те, кто учился в первую смену, должны были учиться во вторую, вторая смена пришла в первую смену. И он знал расписание в этой учительнице и пошел к ней домой. То есть знал, что у нее сегодня уроков нет с утра. Ему сказали, что она на уроках. Он не поверил, он поднялся на чердак, он перерыл там кукурузу, хранилась пшеница. Он искал, думал, потому что она уже дошла до того, что она пряталась от него. Долгое время имя подрывника Владимира Татаринова не произносили. Людская память как будто пыталась похоронить его под завалами навсегда. Подробности взорванной любви восстановили только в прошлом году. Помогли старые письма и свидетельства очевидцев. На чертеже схема школы, расположение классов. Все как тогда. Крестики там, где сидели дети. На этом фото ученики седьмого класса. Выжили не все. Илья Андреевич Сухович рассказал, как были расставлены парты в седьмом классе. И вот когда произошел взрыв школы, крыша поднялась, стенки упали, сложились. Вот эта вот стена накрыла прям вот этот вот ряд этих ребят. Вот здесь вот была учительская. И у камина, там камин раньше делали израсовые такие кирпичи. И он когда проверял тетрадки, вот именно этот камин упал на него, поэтому вот он погиб. Ну и вот Наталья Дмитриевна погибла. Пятиклашки пострадали больше всех. В послевоенные годы классы были разновозрастные. В семье Федоренко погибли сразу трое ребятишек, вспоминают очевидцы. Мелания Ануфриева – одна из немногих, кто остался в живых. Вспоминает, в тот день в школу немного опоздала. То, что случилось потом, помнит по сей день. Трагедия случилась. Момент. Зашел и крикнул. Спасайтесь. И на Наталью Дмитриевну, и на ее кавалера. Пошел и тут же взорвался. Я сидела на задней парте, и когда поднялся взрыв, поднялся потолок, вся земля, и все уже рассыпалось, а я под столом оказалась. Меланию нашли последней. Ослепшую, обгоревшую, с поломанными ногами. Ее достал из-под завалов местный батюшка. Каждый год вместе с сельчанами гисчанка приходит на место старой школы. Сегодня здесь памятник. Его установили четыре года назад. С тех пор вспоминают жертв трагедии. Мы этого не должны допустить. Мы должны помнить. Помнить подвиги наших отцов, наших дедов, которые они нам оставили мирное небо над головой и заповедовали нам передать своим предкам. И никак иначе. Мир, да, чтобы детки жили и все помнили. Послушать молебен о всеобщем мире пришли и школьники. Первый день после каникул вместе с учителями возлагают цветы, чтут память земляков. В 50-м году именно 4 апреля был первый день учебной четверти. И вот сегодня тоже самое, 4 апреля, первый день учебной четверти. И вы все знаете, что мы ушли на неделю раньше, потому что было объявлено, что школы заминированы. Это вот все пропускаешь просто через себя. Мир и благоденствие – то, что нужно хранить и нести сквозь годы. Об этом сегодня говорили сельчане.